Весной 1974 года часть Ленинграда чуть не ушла под землю. Катастрофа случилась благодаря строительству новых тоннелей метрополитена. Человеческих жертв и разрушения зданий удалось избежать лишь чудом. Плывон на пути метростроевцев, новые станции ленинградского метрополитена, лесная и площадь мужества были открыты в 1975 году. Теперь мало кто помнит, с какими трудностями пришлось столкнуться их строителям. Как пишет Андрей Жданов в своей книге «Метрополитен Петербурга», метростроевцы предполагали, что проходка будет сложной, так как именно в районе площади мужества находилось много так называемых плывунов, трещин земной коры, заполненных водой, песком и валунами. Для того, чтобы проложить тоннель, следовало либо обогнуть плывун, либо пройти под или над ним, либо заморозить плывун и прорваться прямо сквозь него. Специалисты выбрали последний вариант. Дело в том, что остальные пути решения проблемы влекли за собой слишком большие материальные затраты. В основном экспертов пугало увеличение протяженности линии. К тому же метростроевцы торопились, стремясь завершить работу в короткие сроки. Затопление тоннелей, но опытные строители недооценили силы природы. Усу губило положение и идея, согласно которой решено было проложить тоннели не на одном уровне, а один над другим. Последствия ее реализации оказались губительны. Заледенелый грунт, который замораживали специальными хладагентами, начал таять под воздействием теплого плывуна. Около 16 часов 30 минут 8 апреля 1974 года в нижнем тоннеле метростроевцы наткнулись на незамерзшую породу. Если верить Николаю Бахметьеву, автору издания «Жестокое метро». Хроники подземных катастроф, плывун прорывался с такой мощью, что тяжелый инструмент разлетался в стороны. Очень скоро ледяным коктейлем начал заполняться и уже завершенный верхний тоннель. Аварийные затворы закрыть до конца не удалось, из-за слишком быстрого поступления плывуна. Всего за несколько часов проходы заполнили более чем 45 тысяч кубометров воды. В последствии аварии никто из рабочих, трудившихся под землей, и жителей Ленинграда, находившихся на поверхности, не пострадал только чудом. Дело в том, что плывун оставил полости, в которых раньше обитал, пустыми, поэтому грунт начал проседать. Так, на политехнической улице вздыбился асфальт, и погнулись трамвайные рельсы. На площади мужества образовались провалы, а некоторые здания украсили трещины, благодаря чему увеличилась вероятность их обрушения. По меньшей мере, часть Ленинграда могла просто исчезнуть. Город спасло лишь то, что проседание грунта продолжалось недолго. Однако и сегодня пострадавшие здания можно увидеть своими глазами. Это, в частности, корпуса НПО «Аврора» на упомянутой политехнической улице. Сооружения сносить не стали, а просто заделали поврежденные этажи. Что касается размытых тоннелей, то в 1975 году была произведена их сбойка, благодаря чему участок был сдан в эксплуатацию с оценкой «Отлично». В 70-е годы правившая партия поставила задачу к 25 съезду партии построить три станции метро в Ленинграде. Тогда в Ленинграде была нехватка общественного транспорта. Люди, выходя утром на работу, ехали в забитых троллейбусах и автобусах, поэтому было решено построить еще три станции метро. Так как съезд партии был не за горами, строительство продвигалось очень быстро, в спешке. Все шло замечательно, пока не начали строить тоннели между станциями Лесная и Площадью Мужества. Все дело в том, что метро пересекало в этом месте древнюю речную долину приток Невы. У строителей не было времени для того, чтобы обогнуть эту часть, ведь им нужно было успеть к съезду. Инженеры предложили вариант построить один тоннель над другим. Но 8 июля 1974 года при бурении нижнего тоннеля был обнаружен незамерзший грунт, через который сочилась вода. Было принято решение заморозить породу, но через какое-то время замороженная строителями порода не выдержала, и в тоннель хлыну вода. Через несколько часов вода полностью затопила туннель. Строители в спешке стали возводить пробку из бетона, которая позволила сдержать плывун на какое-то время. Но вскоре выяснилось, что пробка не полностью закупорила плывун, и вскоре большое количество песка и воды освободили большие полости под землей, из-за чего грунт у поверхности пришел в движение. Вскоре по большой площади Ленинграда образовались полости грунта, смешанного с водой. Рельсы, трамваи лопнули, стены домов треснули. Вскоре была создана новая перемычка, которая сдержала поток воды, а воду в туннеле стали замораживать. Рабочим даже приходилось работать в валенках. 31 декабря 1979 года участок сдали в эксплуатацию, с оценкой «отлично». Но вскоре замороженный грунт стал оттаивать, и туннели легли неравномерно. Также верхний туннель стал проседать. Из-за этого внутрь снова стала проникать вода. Верхний туннель стал проседать на 4 сантиметра в день, поэтому движение закрыли, туннель затопили водопроводной водой для того, чтобы выровнять давление. В 1974 году на перегоне между двумя ленинградскими станциями метро произошла серьезная авария. Это случилось из-за сложных грунтов и сжатых сроков, которые были поставлены перед рабочими. Несмотря на мощнейшие укрепления стен тоннелей, вода долгие годы сочилась через трещины, пока древнее русло Невы окончательно не затопило переход. spb.if.ru вспоминает хронику тех печальных событий. Земля уходит из-под ног, одним из самых несчастливых мест петербургского метрополитена по праву считается перегон между станциями «Лесная» и площадь Мужества. Этот участок петербуржцы по привычке называют размывом. История этой неудачной стройки берет начало в 1969 году. Тогда, чтобы успеть закончить новый тоннель к началу 25-го съезда КПСС, строители-метростроевцы решили двигаться напрямую. И провели его прямо через русло подземной реки, которая протекала на глубине в 90 метров. Как выяснилось позже, это было древнее русло Невы, так называемый Ковенский размыв. Метростроевцы проложили прямо по руслу две трубы диаметром в 6 метров. 8 апреля 1974 года на этом сложном и опасном участке произошла первая серьезная авария. При бурении скважин в одном из тоннелей была обнаружена незамерзшая порода, из которой поступала вода. Забой начал стремительно заполняться водой с песком. Ситуацию усугублял тот факт, что в забое находилась бригада проходчиков. С огромным трудом людей удалось эвакуировать. Чтобы спасти от затопления оставшуюся ветку метро, были спешно построены по два бетонных затвора толщиной по 3 метра каждый. Аварийные участки были затоплены и закупорены мощными бетонными пробками. В результате прорыва воды в грунте образовались обширные пустоты. Из-за осадки земли на поверхности образовалась овальная впадина размерами 400 на 200 метров и глубиной 3 метра. На политехнической улице вздыбился асфальт, полопались рельсы трамвайных путей. В результате несколько зданий опасно накренились, пошли трещины, а административный корпус завода «Красный Октябрь» был разрушен. Возникла угроза разрушения высотного здания Института советской торговли, стоявшего как раз над зоной размыва. О тех событиях в 1986 году был снят зловещий художественный фильм «Прорыв». Советские мальчишки по нескольку раз бегали в кинотеатры, чтобы посмотреть, как уходят под землю огромные здания и троллейбусы почти в центре Ленинграда. Киношники слегка сгустили краски. Новые тоннели, строители начали думать, как исправить ситуацию. Предлагались различные варианты. Начать пробивку обходных тоннелей по прежней трассе, но выше или ниже подземного потока. Второй — обойти опасный участок. В этом случае потребовалось бы строить новую станцию на Светлановской площади. В итоге решили продолжить строительство по старой ветке. Чтобы не повторилось ЧП, грунт в том месте заморозили, использовав жидкий азот. Его свозили в город на Неве со всего Союза. В то время это был стратегический материал. Всего было доставлено и закачано под землю более 8 тысяч тонн жиженного газа. Затем по замороженному участку прошел проходческий щит. Злосчастный перегон достроили. Казалось, все беды и напасти позади. Движение на участке Академическое, площадь Ленина, было открыто в 1975 году. В первые годы эксплуатации в тоннеле проводились постоянные наблюдения. Поезда и стены были увешаны датчиками. Составы проходили там на низкой скорости. К 1984 году ситуация стабилизировалась, ограничения были сняты. Однако в начале 90-х на этом злосчастном перегоне начали появляться вода и песок. Выяснилось, что гидроизоляция перестала справляться с давлением извне. Сказались и инженерные просчеты. Из-за того, что тоннели были построены один над другим, нижний испытывал дополнительное давление, когда сверху проходили составы. Верхний начал просто проваливаться в нижний. Появились микротрещины, куда устремилась вода, насыщенная песком. Пассажиры, едущие в вагонах, стали замечать, что поезда теперь двигаются по грязно-бурой воде. Ее было так много, что по ночам мощные насосы не успевали ее откачивать. Метростроевцам пришлось принимать срочные меры. Сначала перегон начали закрывать по выходным, затем ограничивать движение по вечерам будних дней. Но усилия не увенчались успехом. Вода продолжала прибывать, просадку тоннелей остановить не удалось. В декабре 1995 года было принято решение о закрытии и затоплении аварийных тоннелей. Жилые массивы на севере Петербурга остались без подземного сообщения с центром города. Несколько составов возили пассажиров на отрезанных пяти станциях. Властям города пришлось срочно искать транспортное разрешение ситуации. Между двумя аварийными станциями метро спешно запустили бесплатный рейсовый маршрут автобуса номер 80. Новые проходческие работы были начаты на проблемном участке очень скоро. Тоннели прорубали в 200 метрах в стороне и на 20 метров выше старых аварийных. Ради восстановления ветки к работам были привлечены западные специалисты, которых обязали сдать обновленный участок к 300-летию Петербурга в 2003 году. Однако движение там началось лишь в 2004 году с задержкой более чем на год. При реанимации аварийных тоннелей для их более надежной гидроизоляции в районе Плывуна была использована новая трехслойная конструкция обделки. Внешний слой, соприкасавшийся с грунтом, выполнили из чугунных тюбингов, внутренний – из сваренных стальных листов толщиной 6-8 мм. Пространство между ними заполнили бетоном. В 1974 году считалось, что такой схемы будет достаточно для того, чтобы сделать тоннели на этом участке полностью герметичными. Опыт эксплуатации показал, что герметичными они были хорошо, если в самые первые годы своего существования. Отаивание замороженного грунта привело к неравномерному оседанию тоннелей. Кроме того, они испытывали запредельные нагрузки грунта, глубина их залегания порой превышала 110 метров и, собственно, Плывуна. Ко всему прочему, доказала свою крайнюю неудачность в данных условиях и вертикальная схема расположения. Проходящие поезда вызывали вибрацию, проседание верхнего тоннеля на нижнее усиливалось. Совокупность статических и динамических нагрузок и недостаточная жесткость тоннелей привели к нарушению герметичности внешнего слоя чугунных тюбингов. Стыки между ними раскрылись, внутрь стала попадать вода с песком. Через трещины в бетоне она проникала, собственно, в тоннель, а грунтовый массив, тем временем, продолжал оседать. Ситуация стала критической весной 1995 года. Весной 1995 года вновь осложнилась обстановка на перегоне Лесная, площадь Мужества. Резко увеличилось поступление воды и песка в тоннеле. Установленная 20 лет назад гидроизоляция не справлялась. Водопесчаная смесь, как наждак, протачивала мельчайшие трещины в стенах и сводах тоннелей. Ситуация усугублялась огромным давлением на внешние стенки тоннелей, ведь глубина заложения перегона местами превышала 110 метров. Кроме того, начали сказываться пагубные последствия давней проектной ошибки – строительство тоннелей в два яруса. Теперь к мощным статическим нагрузкам, огромному давлению воды и песка прибавились еще и динамические. Под воздействием проходящих поездов верхний тоннель начал проседать и проваливаться в нижний. Проседание тоннелей и поступление в них воды происходили в течение всех 20 лет эксплуатации. Однако количественные значения этих факторов были невелики и не выходили за рамки технологически допустимых значений, предусмотренных проектом. Так, проседание тоннелей держалось в пределах 5-25 мм в год, что в принципе нормально и проявляется на многих участках многих метрополитенов. Поступление в тоннели грунтовых вод – тоже дело, в общем, обычное. Но в мае 1995 года ситуация изменилась. За один только месяц тоннели просели на 35 мм, причем верхний тоннель проседал быстрее. Поступление воды возросло настолько, что ранее включавшиеся только на ночь тоннельные насосы, работая теперь круглосуточно, уже не успевали ее откачивать. Между рельсами побежал грязный бурный ручей. Вскоре вода стала заливать и сами рельсы, поезда шли по огромной луже, возникла реальная угроза размыва полотна. Капая со свода тоннеля, вода через верхние воздуховоды вагонов иногда стала попадать внутрь, орошая пассажиров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова